здравствуйте друзья мы с вами в городе сани был почти в центре ну таком я сказал больше историческом центре вы видите тут все такое заросшее домики маленькие раньше строили мелкое такое все и мы придем пришли сюда посмотреть на домик весь красный тут такой стоит стенд светочка скажи нам пожалуйста что там за это недвижимость куда мы идем о чем там речь 2 спальни 2 2 туалета примерно 110 квадратных метров это довольно небольшая площадь по местному понять там шесть соток лот ну пойдем поглядим да вот вот этот вот так он чисто внешне даже такой еще он покрашен приведен приведен в чувство это наверное гаражом было вот то что на нас смотрит да такое ощущение что ну хорошо такое ощущение что был гараж они вот как-то конвертировали ну да а вот тут есть прямо флайеры вот друзья такие на хорошей плотной бумажки так 2 бедра бедрома 125 басрума света 125 туалет с четвертью а мы сейчас спросим у риэлтора да и цены нет что интересно они наверное цену туда-сюда туда-сюда не снижали цены свет ты не видела там внести очень короче флайер с картинками совершенно бессмысленной без информации так ну идем ладно идем вот такой вот домик тоже и дверь и дверь тоже так на на уголке так вон там сзади у них вы видите там сзади гараж пойдем на бак ярд надо сказать свет что вот глядя на соседний дом тут можно мне кажется рукой дотянуться через забор то соседнего дома тут 1 метра нет такой же 33 на 5 футов это метр с кепкой так ну что вот господи не смотрится таким большим нет совсем не смотрится большим и ничегошеньки на нем нет на этом бак ярде потому что он съеден свет он съеден драйввэем который гараж он съеден съеден самим гаражом ну естественно да в данном случае просто стоит как бы сзади и съедает часть участка ночь гараж старый видно поди по дереву 1939 года дом секвое друзья секвое настоящего так раньше делали гаражи с верстаком тут можно было поработать никакой изоляции лишь нет то есть просто буквально доски но такое ощущение что они недавно положили сверху вот эти пластины недавно лет тридцать ну не знаю палочки они трухой трухой присыпали участок шкафчик ну да пристроена но это как-то такое новострой как мне нет ни на вас ну конечно это не не вчера построили развалившийся фонтан ну давай какой-то потрескавшийся кирпич присыпанная друзья вот этой ой да там не просто лаз а такой лаз довольно высокий ну там там но на бейсман на бейсман не похоже похоже на технический какой-то подвал 39 год ну вот ну ничего тут самая бойлер нет нет жилого ничего нет жилого ничего чисто техническая чисто техническая нет нет я бы не я не думал что здесь можно сделать жилое но в таком случае вот я такого честно говоря никогда не видел чтобы вот так было 39 год после этого видели 22 но ну что пошли зайдем с официального входа друзья это почтовый ящик почтовый ящик там почта есть пошли с той стороны посмотрим да очень очень классно ну что пошли вот эта дверь входа вот мы пошли формал дайнинг тут можно покушать это стейджинг а пол дубовый вот раньше так строили с дубовыми полами вот это видимо ведь самому оригинальный мебель ну а это явно стейджинг так так кухня ну кухня старинная друзья я думаю что это все совершенно спокойно туда уходит в тридцатые годы ну плита конечно по новей но не намного и вот собственно вот и дверки дверки вот там внутри на это все такое оригинально оригинальненько и вот вы можете посмотреть как люди жили окна поновее хотя тоже не такие новые вот этими замочками сейчас мы с вами увидим друзья что такое одна четверть туалета сейчас посмотрим это вытащи вытащили наклони вниз просто замок но вы никогда не управлялись такой я думаю что просто ее вниз надо так вытащить ну света маха а жизнь какая вот я увидишь папа как люди жили но я обещал показать четверть туалета значит вот смотрите здесь по идее должна стирать достанет стиральная сушильная машина вот тут построен так слушай что это такое тоже здесь сюда сливается вода самой машины а вот ну тут выход 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 вот значит естественно бык я вообще-то это очень неинтересно постой-постой-постой давайте пол туалета вот тоже за четвертинка значит почему четвертинка если бы еще умывальник был то это было бы пол туалета а здесь можно только вот один вид так сказать потребности от отправить отправить поэтому это четверть нам объяснил и риэлтор шкафчик не то что замечает на шкафчик можно слушать повесить так говорим что-то хотел сказать я хочу сказать что просто потому что там очень старый да то тогда во-первых по размерам тут конечно обычно стирок сушилка не станут до современные и второй вот видишь тут есть специальная розетка для них 120 вольт но тут нету слива и в те далекие времена но я бы сюда ну да но дело в том что сейчас так никто не делал сейчас сливается все но я полно это можно все сделать это как бы не видел учитывая что там такой огромный бейсмен где можно туда снять туда можно отраслить ладно пошли дальше подумал так друзья тут мы были значит кухню мы посмотрели как тебе нравится вот этого это было то есть они сдавали это все они сдавали в аренду такое ощущение что там в тридцатых годов так и стоит значит тут мы были тут вы еще тут мы еще не были такое сочетание современного и не срывается что вот это телефон непонятно что-то на в общем странное что-то там за ней что-то есть за ней есть телефонная розетка телефон на раньше там делали непонятно вот видимо но вот так должно быть ну это же розетка не телефон а это полочка для вот это уже более-менее осовременена вот тут плиточкой сделано хотя вот сам по себе душик конечно знавал лучшие времена вот уже четверть туалета и еще четверть и у меня за спиной там еще половина видит душа эта вещь современная ой здравствуйте друзья так пошли дальше я хочу сказать что вот очень важно и это тоже такое потому что это дом очень старый здесь хоть и две спальни всего но обе спальни очень приличного размера тут метр 16 хорошая большая комната хорошо большая спальня 2 что там у нас как ты относишься это вот к такому окно да это шкафчик как-то относишься к такому окну которое в углу в углу тут ничего не поставишь и на две стороны сразу наличие двух окон как лучше чем одно окно так но тут как бы нет у двух то и почему они его миллион пятьсот или миллион шестьсот так еще бедрум друзья ну честно честно вот не разделяю когда делают клетки тоже шкафчик такой маленький метров 10 максимум нет откуда мне понимать по 10 метров хорошо хорошо пусть будет 16 What right click the kitchen does it go back to 30s or it was uh remodel Lori yes yes mostly original it's where we were rarely you can see things like that yes i know actually very nice phone it is it's a great look and what what is the asking price 1528 1, 5, 2, 8. 1, 5, 2, 8. О, окей. And what was the rent of Bali? I don't know. He was here 18 years, so he paid below market, so I didn't even ask. And it was not in this... In your mind, in today's market? Oh, today, I don't know, 4,000. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Сейчас мы со Светой поболтаем, что она себе думает. Ну, что скажешь, Свет? Мне очень нравится. Ну, вот, смотри. Я уже вижу. Давай так, в твоём понимании, какая rental value? То есть, за сколько сдаётся такой дом? Вот такой, какой он есть? Да. Ну, не делайте с ним ничего. Ну, я бы сдала, он в хорошем состоянии. Я бы его сдала от 2,600 до... Это самое... До трёх, может быть, даже. Агент, как говоришь, 4. Не-не-не, за 2 бедрома нет, нет. 4 нет. Нет. 2,600 до 3, я тебе скажу так. Я в новом доме сдаю 2 бедрома за 3,800. Да. Ну, 3 этот... Ну, там просторно, там... Там просторно, там больше площади. Да. А здесь, ну, за 3 можно сдать, там, может быть, даже 3,200, если повезёт сильно. С другой стороны, кухню надо что-то с ней делать, так же тоже не оставишься. Ну, не в этом. Я же смотрю не с точки зрения, вот, что мне в нём нравится, да? Да, да. Мне в нём нравится, что тут высоких потолок уже по определению. Ну, в случае, не низкий. Нет, он не низкий, он просто высокий, он нормально, 9 футов потолок, да? Так, местами, местами. Дальше. У него большой фронт ярд, и тут большой потенциал этот дом расширить. В том смысле, что смотри сюда. Да. Тут большое расстояние, да? Не-не, посмотри, как крыша идёт. Да. То есть, если, например, оставлять вот ту часть крыши не тронутой, вот ту часть, да? То, фактически, вот этот маленький полупердинчик, вот здесь торчит, он ни на что не влияет. То есть, если ты его расширишь до границы этого дома с этой стороны, и вот здесь ещё торчит. Есть место, да. Ты потеряешь ещё одно окно, вот из той спальни, которая двойное окно, вот из первой, ты потеряешь одно окно. Да. Но тут тоже метра полтора ещё. Да. Понимаешь? Это вперёд можно его, нет? Нет, вперёд нельзя, вперёд уже всё. А, он не должен выходить из линии, как и с другими домами. Да. Значит, ну, во всяком случае, вот тут метр-полтора и там, вот этот вот. Пару метров. Всё. И просто ты даже всю крышу не переделаешь, а только переделаешь вот этот маленький кусочек. И, давай посмотрим, может быть, его ещё в Бакьяр. В Бакьяр тоже, наверное, его можно выдвинуть. Пойдём посмотрим. Да. Ну, то есть, ты смотришь на него именно как проект на вытянуть. На переделку. Ну, понимаешь как, он всего шесть соток участок. Не всего, а не целых. Нет, нет, он шесть соток. Всего, в смысле, не 10, не 12, а 6. Нет, ну подожди. Все вместе и там шесть. Послушай, в Санивейле, в Санивейле... Дай мне сказать. В Санивейле, значит... Площадь дома. Площадь дома должна быть не более чем 45% от участка. Поэтому... А то есть, где-то 24-2500, окей. Да. Так. Ага. Без гаража. Да. Гараж не считается. Гараж не считается. Ну так что, давай смотреть. Вот посмотри сюда. Сейчас, давай отсюда, чтобы солнце в глаза не било. Посмотри, вот эту часть трогать нельзя вообще вот эту. Потому что это спальня и плюс вот этот вот выход. Ты ничего не хочешь, что это трогать. То есть, это должно остаться. Ну... Здесь есть замечательная вот эта часть. Да. Которую выдвинуть ее вперед сюда немножко, да? Ты можешь занять вот здесь. Во-первых, можно построить... Ну, Свет, ну ты же не хочешь стоять на драйввэе, который в гараж идет? Нет, ну еще раз. Это все делается... Дизайном делается как-то. С другой стороны, можно здесь поставить отдельно стоящий юнит. Сегодня это разрешается поставить. И у тебя будет на участке... Слушай, это для того, чтобы белье вешать. Смотри, рамы стоят. Ну, возможно. Но здесь можно отдельный юнит поставить. Другое дело, что пока ты дом не переделал полностью, то это половина дома. То есть, если дом всего там 1100 скверфутов, то ты можешь там 550 только сделать. 550 маловато. 50-50 это такой скромненький one-bed. А почему ты не можешь больше стоять? Ну, правила такие, что dwelling юнит не может быть... А, дополнительные. Да, не может быть больше, чем полдома. Да, вот смотри. Вот тут стоит даже патио какое-то, да? Вот это же патио, ты же можешь пробить, и там прекрасно станет еще один домишко. Она сказала, что за гаражом там еще два метра с половиной. земли. Я, честно говоря, не был там. У нас трогать не надо, потому что стоит здесь и стоит. Вот тут. Ага. Ну, нет, ну тут... Ну, в общем, да, есть... Конечно, землица есть, но что с ней делать, я не понял. Нет, смотри. Что делать надо? Есть какие-то... Ну, снять вот этот квозет, и к этому гаражу приделать еще этот dwelling юнит. Да. Просто к нему вплотную приделать. Вот прекрасная эта самая. А здесь для этого dwelling юнита будет у них такой патио, что они тут могут резвиться. Понимаешь? И все прекрасно. О, друзья! Новый забор! А, это, наверное, соседи поставили, я понял. Нет, они все вместе, наверное, поставили. Но, слушай, как интересно. Да. Смотри, это соседний дом, они сделали dwelling юнит. Но, они каким-то образом, по старым нормам сделали его вообще... Я не уверен, что это dwelling юнит, это вообще не поймешь, что. Это старая постройка. Нет, так это же, смотри, вот же дом стоит отдельно, смотри. Так, я, друзья, так хочу зайти, чтобы вам не слепило. Ага. Ну да, вот идет забор. Забор упирается прямо... Вообще так не должно быть по правилам. Да, конечно. Но, поскольку это очень давно строилось... Да. То есть, в 39-м году не было еще таких норм. Но, это не мешает совершенно здесь построить шикарный... Я тебе скажу... Слушай, пень, да? Смотри, это пень? Ну, пень, наверное, да. Понимаешь, здесь ничего... Мне, на самом деле, это очень нравится. То есть, тут будет и дом с бэкьярдом, и вот этот был юнит. И действительно, вот я тебе скажу, когда вот тут стоишь, Света, вот тут стоишь, нет ощущения, что участок маленький. Но он 6 суток, это не маленький. Ну, правильно, поначалу у нас было, что маленький. Нет, вот я тебе скажу, мы строили дом на участке в 5 соток. И там уже выкраивали каждый кусочек. Ты видишь, это авокадо растет. Вот это авокадо. И вот эти белки, вот они, видишь, жрутые, вот оно валяется, объеденное, видишься? Да, да, да. А там что-то мелкое, это дуб. Это, наверное, желуди. Желуди, да. Ну, дуб этот срубить надо к черту матери, конечно. Он, тем более, он маленький. И построить дом здесь. Все, друзья, решено. Идем смотреть дальше. Идем смотреть дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова